Всем привет! Я Тереш из Кореи. Потерялся вдруг мой файл видео, поэтому я заново записываю это видео. Я вернулась в Корею через Алматы и Казахстан. И в этом видео я расскажу вам о трех важных моментах в поиске. Первое это дом, который я показываю в этом видео. Мы арендовали не отель, а квартиру, где раньше жили люди. А квартира сама очень огромная, великолепная, поэтому у меня было такое чувство, как будто я ночевала во дворце, не в квартире. Второй пункт. Узбеки. Какие они костеприимные люди? Когда я говорила, что я еду в Узбекистан, многие мне говорили, что узбеки костеприимный народ. А это было правда. Особенно хозяин нашей квартиры был очень добрым. Когда нам нужно было вернуться в Ташкент, он помог нам найти такси, потому что в раннее утро такси вообще нет. Поэтому хозяин нам очень хорошо помог, чтобы мы спокойно вернулись на вокзал и он даже больше нас переживали за нас. И также он предлагал нам позавтракать вместе. Но мы отказывались и поэтому я до сих пор жалею. Смогли бы попробовать домашнюю узбекскую еду. Жалею. И третий пункт. У меня были стереотипы про Узбекистан и Казахстан. За неделю мы смогли посетить эти прекрасные две страны. Не только Узбекистан, а также Казахстан. А мне очень понравилась эта поездка. Хотя поездка короткая была. Мне весело и полезно была. Красивая природа. И узнала много о культуре СНГ стран. И также попробовала сесть на поезде. И попробовала афросят и их завтраки. Очень круто было. А я думала, что у узбеков и казахов совсем другая культура по сравнению с Кореей. Потому что там много мусульманов. Мусульман? Ну, например, в Корее много атеистов. Я тоже раньше ходила в церковь, а теперь не особо хожу. Поэтому я думала, что дружиться с ними будет тяжело. А когда мы приехали в Узбекистан и Казахстан, я поняла, что все было мой стереотип. И когда мы заехали в Тостик Плаза в Казахстане, я подумала, что мы очень схожи. Я чувствовала себя как дома. Этот торговый центр для меня кажется как торговый центр, который находится рядом с нашей квартирой, куда я часто хожу. В этом торговом центре мы видели очень много нашей еды корейской. Поэтому мы так радовались каждый раз, что за границей в Сенгельс странах знают Корею и едят нашу еду. А вы любите чокупай и даже кимчи, квашенную корейскую капусту и салаты продавали. Вот Тостик Плаза был очень классным, очень современным. Мы все удивлялись, как открываются те ящики. Очень огромный торговый центр. Люди все очень модно одеваются. Прям очень интересно было. Еще мои друзья спрашивали меня, почему в Казахстане и Узбекистане так много хлеба. А что вы ответите? Пишите в комментариях, пожалуйста. В последний раз, напоследок, мне хочется узнать, для чего люди обматывают чемодан пленкой. Потому что в Корее я никогда не видела, что люди так делают. А в аэропорту Казахстана и Узбекистана так много таких чемоданов. Если у меня будет еще возможности, тогда я обязательно еще пойду к вам в Узбекистан, в Самарканд. Так, спасибо большое за просмотр. Я вернусь с интересным видео. Очень благодарю. Пишите комментарии, пожалуйста. Поставьте лайки. Большое спасибо всем. Пока. Всем пока.